Друзья, приветствую. Роман из Благовещенска. Прислал образцы масла Amsoil. Подписная серия 030. Не обращайте внимания на банку. Роман пояснил, что ошибочная здесь надпись оказалась из-под боржоми. И вот бензино-растворитель Галоша. Здесь отработка у нас находится. Такая красноватая немного. Кстати, бензино-растворитель очень хорошо остатки масла с компаратора очищает. Масло эксплуатировалось в автомобиле Subaru Forester 2018 года с 2,5-литровым FB 25D 184 л.с. Машина праворульная. Общий пробег автомобиля чуть менее 90 тысяч километров. Пробег на масле 5300 километров. 241 моточас при средней скорости 22 километра в час. И топливо используется бензин i95 от NK Alliance. На английский манер написал. Значит, давайте первым делом посмотрим на что похоже данное масло по совпадению. Ну и, в общем-то, сомнений в оригинальности, как видите, нет. Максимальное совпадение 99,2 с маслом Amsoil. Такая же подписная серия, Signature серия. Только 520. И тоже ELSAC 5-й. Значит, здесь в 0.30 тоже ELSAC заявлен 5-й. Ну, я посчитал, что корректнее, наверное, будет опять полнозольник с пониженной вязкостью. Ну и далее, видите, Xtreme, 3 прям Ravenol, Etalon, X-Line, Devon Speedmaster, Noose Gravity, Mobile ESP. Это, очевидно, старая формула Ravenol DSG. Ну, видите, все масла SPAW и высоким содержанием STR. Так, значит, скрин с базой. Здесь пришлось разные допуски использовать. Ну, не набрать было конкурентов в одном допуске. Просто за эталон брал вязкость 0.30. И, как видите, вот больше всех PAO, конечно, у Amsoil. Возможно, даже полностью на PAO сделан. Далее, видите, здесь Ravenol. Рядом с Ravenol Rainwell. Удивительно. Потом Matul Specific. Далее, KSMG Optimal FE. И на последнем месте у нас SOL7 Red номер 9. Ильсак. Ну да, здесь однозначно гидрокрекинг. Так, и следующий скрин. Это у нас сукцинемиды и эстеры. Видим, здесь красная линия Amsoil выделяется. И больше всего и сукцинемидов, и эстеров. Далее, с небольшим отставанием идет по сукцинемидам Ravenol, VSW. И прилично меньше эстеров в нем. Ну, а все остальные, видите, прям линия в линию. Ну, булгор сукцинемидный не очень высокий. Это из-за того, что очень высокий пик у Amsoil, и поэтому пришлось по вертикали чуть-чуть сжать картинку. Вот, но тем не менее. Вот, картинка общая. Так, давайте посмотрим данные по-свежему. Так, это вот. Подписано Amsoil SS035. Опять. Так, по окислению. Окисление 54,6. Видно, что много здесь эстеров. Нитрования 6. Так, противоизносных присадок не видно. Их забивают эстеровые пики. Фенольных 0,16. Аминных очень много, кстати, 1,37. Высокое содержание. И еще лощная. Посмотрите, какое высокое. 11,21. Это ГОСТ для отработки. Он дает занижение. Достаточно невысокое для такого щелочного кислотное 1,85. Да, вязкость пониженная. Такая ближе к двадцатке 10,54. Ну, как чуть-чуть отличается от А5. И по версии приборов 10% эстеров. 9,75. Да. Далее. Отработка. Это же масло Subaru FB25. 5300. 241 моточас. Так, значит, по окислению. Здесь 56 почти. Нитрования нарастает. Почти 11. Но все достаточно приемлемо. противоизносные присадок. Естественно, их не видно. Их эстеры забивают пик. Фенольных еще есть остаток почти 63%. Аминных было много. И тем не менее, их остаток 53% почти. Далее. Щелочное еще достаточно высокое. 6,75. И не сильно, честно говоря, выросло кислотное. 2,42. Видимо, здесь антиокислитель и щелочное хорошо очень сопротивляется. Немного просила вязкость. Ну, совсем чуть-чуть. Две десятые с антистокса. Отлично. Для такой невысокой скорости. И видим, да, в отработке эстеров чуть-чуть меньше. 9,12. Ну, так обычно и бывает. Так, значит, сейчас давайте покажу вам, что произошло с вязкостью. Вот я тут распечатал даже вот такую картинку с данным маслом, чтобы потом легче было его в видео искать. Да, видим, что есть разжижение, но оно, скажем так, совсем минимальное. Учитывая то, что это мотор с прямым впрыском. Как видим на примере данного масла, есть моторы с прямым впрыском, которые не льют. Очень много топлива. Да, видно, прекрасно отработало масло. Прекрасно в комбинации с мотором. И вот такой прогноз. Значит, 423 моточаса по моющим нейтрализующим свойствам. Но здесь очень большой запас изначальный. Высокое щелочное. И практически рекомендация Amsoil. На сайте у них написано, что 400 моточасов в легких, тяжелых условиях. Правда, с оговоркой, что использую их фильтры. Но, тем не менее, вот чуть более 400 моточасов. Высокое щелочное. И вот большой запас между щелочным и кислотным. И вот такой результат. По унитрованию, кстати, тоже отлично. Мотор отработал вообще прекрасно. Это в том числе и залог хорошего ресурса. Почти тысячу часов. Видите, там чаще всего это в районе 700. Вот, а здесь тысяча. Прекрасно настроен мотор и работает. Да, кстати, не забывайте подписаться. Но подписаться под видео. Ссылки есть на Рутуб, на Дзен. Наверное, актуальнее подписываться. Ну, как можно резюмировать. Масло отличное. Единственный у него минус, на мой взгляд, это стоимость высокая. Вот, не дешевое масло. Вот, но тем не менее, вот видите, там 400 часов реально на нем ездить. Хотя я бы не рекомендовал. Все-таки основная причина износа. Это грязное масло. Это то, что накапливается в масле в процессе эксплуатации. Металлоизноса. Дорожная пыль, в первую очередь. Кстати, прочитал статью на Infineum Insight, по-моему, как-то называется. Окисление железа. Металлоизноса железа очень повышает, катализирует процесс окисления. То есть, чем больше он стругает железо, тем быстрее масло окисняется. Интересная такая. Интересная статья. Да, благодарю Романа за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok